дорогие мои друзья всем здравствуйте я сейчас нахожусь на улице тигран мэдс по армянски написано вы понимаете 40 да вот здесь такие красивые четырехэтажные дома есть мне попросили снять рубин для вас всех прошу прощения за то что может я что-то не так буду называть или говорить вы уж не бежать для меня новый район я здесь наверное впервые было только проездом насколько мне ранее говорили что здесь напротив было озеро но она уже закрыта принципе она наверное там есть да вот я сюда добиралась спрашивала людей но здесь закрыли эту территорию и хотят сделать там новостройку но так и ничего уже там давным давно не строится так что мы пройдемся по этой улице вот домики очень уютные мне нравятся эти балконы такой вот розовый туф знаете все довольно вообще тигран мэдс там наверху я ранее более часто гуляла была да он мне нравится тем что много деревьев и очень таки зеленый зеленая улица и район район правильно не могу сказать как называется сегодня воскресенье много что закрыто у нас вот так выглядит этот район не скажите мне что там за район на самом верху виден сюда я вот могу сказать так что ориентируясь по знаете по самому городу частично вот кусочками какие-то места я очень хорошо когда бываю там пройдусь раз два я все запоминаю но если сцепить всю картину вместе мне не очень получается а это так я понимаю школа ты риана да наверно прочитаем сейчас что здесь написано ну вы почитаете посмотрим всегда есть попить воды сама школа я так предполагаю вообще-то мне здесь попутчика нету репсина у нас занятая она сегодня на день рождения к подружке так что я не вообще люблю 1 даже без сока ходить чтобы он все время вот а спешит розочки а я хочу уделить внимание не бежать никуда лавочки мусорки и все замечу чисто красиво и аккуратно но что-то мало людей здесь хотя может воскресенье люди готовятся завтра школа рабочие дни как вы любите цветы я люблю все цветы так тигран мэтт 46 вот этот вот дом которым я предполагаю жил человек который просил меня рубин уже все цветали и все напишем ему привет друзья мне был более 30 лет до если не ошибаюсь точно на около в армении пока возможности попасть нету как же я его понимаю что сама тоже живу далеко от дома но я не могу понять этот дом его или тот дом его детства где он родился и вырос поэтому так более пристально и внимательно снимали эти дома я кстати очень лично если бы выбирала бы в какой-то вот дом комьюнити для жизни то это было бы обязательно что-то такое небольшое уютное вот такие балкончики люди как повесили эти детские вот вход в подъезд там идет вывеска наверное продается дом интересно почем здесь квартиры мне здесь нравится у меня все время мечты как будто я не знаю в кармане 2000 драма и квартиры смотрю ну что правильно надо мечтать и ставить себе цели здесь наверно какой-то химчистка или шторы уже вот какой-то такой виноград вырос дорогие мои изучаем вместе с вами новые для меня места и районы я много мне пишут там с ними там с ними там покажи но что я могу не всегда у меня получается снимать цветочный магазин потому что я на работе цветочки кофе аппарат еще один дом здесь походу банка называется втб так с этой стороны посмотрим на дом на происходящее вокруг походу кстати и очень мы прошли до остановки найдемся чем пройдемся по этой улице там аптека красиво здесь не нравится правда все два баки для мусора прошла остановку я автобусную ух ты здесь смотрите какая-то вот необычная принципе для еревана вот обстановка это наверное что-то южно-кавказская железная дорога все я поняла она более по-другому как-то вот освежает что ли да вот всю розовую такую массу количество точнее всех домой это тоже я не думаю что это все это управление железной дороги но там тоже какое-то здание похоже уже на завод или производства не знаю точно так что есть просто магазинчик купить небольшой продукт ксерокс ой какая красота торт красивый просто превосходно здесь уже и мебель продают кстати армяне очень хорошую мебель делают вы знаете очень хорошую качественную в магазин косметики хм 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 бьюти шоп какой-то к тем пошли 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 подальше кстати мне нужен тональный крем без шоп лайк бьюти интересно там есть вывеска вот эвелайн ладно не пользуюсь вообще-то знаете тональным кремом за 900 грамм это не крем это такой маленький корректор который эвелайн стоит не хватает одного на три месяца очень удобно можно только точечно использовать для лица в общем ого здесь какой-то ликероводочный наверно одел знаете такая вывеска похожая на как будто советском союзе да этот маркет двери такие фруктовый отдел так куда мы идем сюда ну дойдем собираем мать 54 фруктовый что это неужели я ошиблась это школа наверное да наверно это школа одни то или что это за здание франко это франко армянин наверное институт или школа французско-армянская ой как-то интересно мотоциклисты развелось всяких полно всю территорию я прошла а вы красивые смотрите сад в этом месте учебном учреждении дерево номер 100 лицея это 119 розы все ухожено все как нужно ой здесь хорошо жить знаете опять летит погода просто замечательно обожаю сентябрь октябрь ереване это просто самая любимая вообще пора года осень тоже какой красивый дом подкнутся я так вместе с вами засматриваюсь что под ногами ничего не вижу какая-то магазинчик булочная наверно да я была права пекут хлеб мот на кашу я бы зашла бы посмотрела вместе с вами но думаю люди неприятно не так отреагируют не их понимаю просто потихоньку привыкнут ко мне все будут знать меня что я доброжелательно с любовью ко всем тоже так красиво ой вы знаете даже не могла себе представить что я могу найти столь красивые места в ереване фотоэпиляции 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 Звонит, прерывает видео. Но он знает, что все. Он может спокойно относиться к тому, что я могу ходить где-то там полчаса, часа одна, гулять, снимать видео. У него выбора нет. Хотя каждому, наверное, армянину нравится, чтобы его жена сидела дома. Ой, у меня папа не армянин, но ему тоже нравится, чтобы его жена была дома. Акура. Красивая машина. Там тоже какой-то завод, наверное. Эта территория очень интересная. Вот одно, одно в Армении, чтобы поднять в два раза зарплату, чтобы не было по 80, по 100 тысяч, по 200 тысяч зарплат. Вот, к примеру, давно хотела поднять такую тему. Вы знаете, я творческий человек, гуманитарий, далеко не супер-бизнесмен какой-то, да. Но мне очень хотелось бы что-то сделать в этой стране, чтобы они, люди, жили намного лучше здесь. В том числе и я, и моя семья. Но, не но, точнее, вот я смотрю новости. Так как по-армянски я не до конца не понимаю, я смотрю новости. Мир еще есть. Знаете, Танармир там показывают, про Армению часто тоже. И вот я видела там, что есть такие места, вот в Гюмрии есть точно, в Ереване, что не налога не облагается территория в Армении. Какие-то вот заводы, которые можно возобновить и реставрировать. Там вести бизнес. Вот точно знаю за одну фирму, которая находится в Банкладеше. Там тоже на 10 лет они возобновили огромное производство, которое экспортируют в Казахстан, Беларусь, в Россию, да. Потому что есть же таможенный союз, где можно это все реализировать, реализовать, да. И бизнес успешно процветает. Просто для этого нужно не просто маленькие деньги, несколько тысяч долларов, да, а это крупные бизнеса. И вот все-таки у меня это зреет надежда. Может кто-то посмотрит когда-нибудь и услышит меня. Я не в одних видео буду об этом говорить. У нас же полным-полно армяне, которые добились в чужих странах хорошего достатка, имеют свой большой бизнес. И они могут, просто могут позволить себе открыть здесь, кстати, так замечу, вполне-таки успешный бизнес. Ну, крупный. И в то же время еще помочь стране, людям дать работу. Вот смотрите, уезжают на стройку мужья. Жены сидят с детьми, ждут их. Семьи частично, как бы не то, что распадаются, нет, но страдают, да. В том плане, что семья неполноценная, ждут папу. Они тяжело работают в России, в других странах. Убегают люди отсюда в поисках лучшей жизни. А если, к примеру, будет завод, человек будет там, муж и жена работают, будут получать там по 400 долларов каждый. Поверьте, за 800-1000 долларов можно, в принципе, жить в семье и содержать одному-двух ребенка. Конечно, это не шикарно, но как бы не нуждаться, не голодать. И нужно еще, вот если еду можно купить как-то недорого сравнительно, то надо уменьшить коммуналку. Потому что коммуналка неоправданно как-то дорого. Что-то сделать, какую-то реформу или что, я не знаю, но сделать, чтобы это было дешевле. Если будет такой доход на человека по 400 долларов и выше, а не по 60-70-80 тысяч грамм, это получается 180 долларов, 200. Итак, жена зарабатывает 200 долларов, муж зарабатывает 400, и этого не хватает. Долларов 300 надо, чтобы было сверху. Вот так я придумала и решила. А что скажете вы, как вы думаете? Я тоже все время нахожусь в поиске какого-то малого, небольшого бизнеса, на который нам придется брать кредит. Но пока что я еще не придумала, чем бы я хотела заняться таким, чтобы было небольшой взнос. Чтобы мы взяли, к примеру, 2-3 тысячи долларов и смогли ориентовать какое-то место. И то ли выпечка, то ли какой-то магазинчик. Не знаю, голова кипит просто день и ночь. У меня уже последний месяц, потому что я не хочу отсюда езжать. Но выживать сложно нам. Прошлась я туда и обратно по этой территории. Изучила, смотрела, поняла уже, где находится, насколько я же помню, да, вот проспект Октембиряна, да, раньше назывался. Как-то так. Аптеки большие. В принципе, аптека – это тоже хороший бизнес. Когда-то у родителей Соко она была и не одна. Но, к сожалению, уже его нет. Просто их уже насколько много, насколько много. Парикмаркерских много, аптек много. Не могу понять, не работает светофор или что? А, нет, работает. Как прекрасно и красиво. КОНЕЮТСЯ КОНЕЮТСЯ Интересно, люди разговаривают по-русски, да? Но они и внешности не русская, и не армяне. Что они здесь делают? Так, наверное, обо мне думают, что они здесь делают. А я уже так хожу себе, слушайте, дома я, что ли. Что с меня хотите? Что вы смотрите? Ладно, мои дорогие, я буду, наверное, закрываться уже, по-настоящему с вами прощаться. Потому что здесь пойду там, возьму девочки. В конце-конце этой улицы есть кофе там делают, такое красивое. Потрачу эти денежки, что у меня есть. Они мне... Возьми, сложи что-то. Купи себе что-то. Да, купи себе что-то. У меня на саку день рождения в декабре, 5 декабря. Уже нужно копить нему на подарок понемножку. Но еще не придумала какой. Пьют воду. Минутку мне звонят.